Приветствую вас, дорогие слушатели! Продолжаем нашу тему Совету живописи от мастеров. Сегодня мы разберем тему живопись Георгия Константиновича Савицкого. Георгий Константинович Савицкий создал очень большое количество прекрасных полотен. Большую часть он рисовал природу. Нам необходимо познакомиться с творчеством такого прекрасного художника, более вдумчиво, так как наша студия никогда не поздна. При СДУ номер один, Литейный, одиннадцать, часто имеет возможность, благодаря администрации КЦСОН, выезжать на этюды и затем выставлять свои художественные работы на выставках города. Ознакомился с биографией Георгия Константиновича Савицкого. Георгий Константинович Савицкий родился 10 октября 1887 года в Санкт-Петербурге. Сын и ученик Константина Аполлона Часовицкого, русского художника-передвижника. Окончил гимназию, продолжил учебу в Пензенском художественном училище, у Афанасьева и Гранковского, в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств, у Рубо и Маковского. Член Академии художеств, действительно член Академии художеств СССР в 1949 году. Работал в окнах ТАСС. Руководитель коллектива после кончины Грекова по созданию панорамы «Шторм», «Шторм-перекопа». Савицкий умер 13 августа 1949 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Советы живописи. Пейзаж. Савицкий. Как целесообразнее начинать писать пейзаж? С первого или второго плана? Это зависит от того, что в живописном отношении является ведущим. То есть на чем строится вся тональная сетюда. Может получиться такое положение, что как раз на горизонте, при стыке неба с землей, и находится живописный литмотив всей вещи. В таком случае, в первую очередь, эти отношения нужно решить. Их прежде всего и берите, и уже к этому добавляйте все остальное. А может этюд построится, и так основным будет первоплановое пятно, а затем дальнейшее пространство пейзажа. В этом случае начинайте отталкиваться от первого плана, подчинив ему все остальное. Следует ли этюд пейзажа закончить в один прием? Или лучше, не торопясь, сделать его в два-три сеанса? Это очень существенный вопрос. Ретевый художник стремится написать этюд в один присест, но быстро многого не сделаешь. Важна расчетливая работа над этюдом, потому что чрезмерная усидчивость в писании этюда тоже вредна, ибо притупляется первое впечатление от натуры. Устаешь, утомляешься, и не так остро ее чувствуешь. Это одно. Второе. В пейзажном этюде мы имеем дело с живой природой, где все время меняется освещение. Даже если солнце за облаками, все равно оно влияет на пейзаж настолько, что в начале и в конце сеанса пейзажа совершенно различен пейзаж по освещению и состоянию. В период работы часто не замечаешь этого. Скажем, когда ты начал писать о солнце, за это время перешло на другую сторону, и в пейзаже получается разрыв, неправоподобие. Так как в этюде земля освещена слева, а небо озарено справа. Часто у зрелых художников видишь подобную ошибку. Значит, этюд лучше всего рассчитывать на известный период, не торопиться сделать сразу много, сразмерить свои силы так, чтобы не притуплялось внимание и не было потеряно первое ощущение. Первый день нужно прийти и прежде всего выбрать место. Работая на природе, нет никакой нужды позволять ей связывать себя какими-то невыгодными положениями. Сначала следует хорошо обдумать предстоящую работу, определить, сколько взять неба и земли, как построить композицию. Лучше прийти и начать писать заранее обдуманным намерением. Некоторые начинают предварительно рисовать кистью по чистому холсту, другие рисуют углем или карандашом. И то, и другое не возбраняется. У каждого свой прием. На следующий сеанс придите и сделайте цветовую подготовку. Продолжите основную гамму, основные отношения неба и земли, а в дальнейшем уточняйте этюд. В этом деле от художника требуется большая работа не только над этюдом, но и самим собой, то есть над своей дисциплиной и организованностью. Работа должна строиться по строго обдуманному плану и в определенной последовательности. С другой стороны, бывают такие моменты. Усядешься очень удобно и спокоен за то, что натура никуда не денется. Погода более-менее установилась. Пишешь не торопясь, прохватся. Но оказывается, что иногда и такое состояние отзывается на самой работе. Она становится вялой, незвучной. Я вспоминаю, как я была однажды в Казахстане и увидела на базаре быка в упряжке и киргиза рядом с ним. До того меня захватило на то, что мне захотелось их написать. Я долго бегал за киргизом. Он по-русски не говорил, а я по-киргизски ничего не понимаю. Потом я взял переводчика и добился согласия киргиза позировать мне. Стал писать. Смотрю на небо. Надвигается гроза. Бык, не будь дураком, что ему до искусства. Берет и ложится. Я взял веревку. Привязал быка за рога со сне. Тут ветер поднялся. Кисти раскидал. К моему киргизу приближается приятель и зовет его ехать за 40 километров. Вижу, уходит моя натура. Что мне оставалось делать? Я гналытью, вот изо всех сил. За три четверти часа стал совершенно мокрый. Так хотелось мне запечатлеть поразившего меня киргиза с быком. Когда я посмотрел дома свою работу, я почувствовал, что ютюб далеко не конченый, но в нем была непосредственность и живость восприятия. Значит, не всегда удобство в работе на пользу. Надо, чтобы тебя натура захватила, чтобы ты в любых условиях умел писать. В природе деталей больше, чем в портрете человека. Ветки, листья, кора, стволов и так далее. Не теряет ли живописность этюда от наличия этих деталей. Художник может преследовать разные задачи, используя различные приемы. Мы знаем образцы прекрасных произведений, где видим очень тщательную проработку натуры, очень подробную моделировку, и от этого вовсе не разрушается целое. Вспомните пейзажи Шишкина. И в то же время мы зачастую видим очень свободные, широко написанные пейзажные мотивы, без проработки деталей, но вместе с тем они очень звучны и свежи по живописи, очень выразительны по своему содержанию. Вспомним пейзаж Рылова «Зеленый шум» и другие. Все зависит от того, какую цель преследует художник. Иногда пейзажи вас поразит ажурность листвы, которая выглядит кружевом на фоне неба. Естественно, это отразится на трактовке пейзажного мотива. Все зависит от сюжета, мотива, от задания, которые себе поставил художник. Однако надо быть чрезвычайно осмотрительным в показе деталей и не переходить до дозволенных искусством границ. Здесь полезно вспомнить советы Чистякова, учителя Репина, Сурикова, Лоснецова, Серова, Рубеля и других, которые сыграли большую роль как воспитателя идеализма в живописи. Он говорил так, «Старайтесь сделать как можно ближе к натуре, чтобы как можно больше было похоже, но как только будет точь-точь, это ни к черту не годится». Как видите, Чистяков настораживал художников против никому ненужного, бездушного копирования природы, против натуралистического подхода к ней. Тональность в живописном пейзаже. Каждое художественное произведение должно иметь какой-то общий тон, присущий данной картине или этюду. также и каждый пейзаж важно построить в известной тональности, увидеть и найти в нем свою гамму красок. Так, пейзаж средней полосы России может иметь и определенное время одну общую тональность. Если вы перекинетесь на юг, например, в Крым, вы найдете другое звучание красок, другое отношение их, другую тональность. Или в той же средней полосе вы пишете этюд в осеннее серое непогожее время или весеннее время, насыщенное красками. Ведь в этом, в том и другом случае меняется гамма, тон вещей. Приступая к работе, нужно сделать сначала основную подготовку в цвете. Начинайте выгоднее всего с того, чтобы провожить на холсте основные живописные куски в найденной, вернее, увиденной вами тональности. Найти тоновое напряжение, взять его темнее или светлее. Нельзя писать пейзажи Землю в одно время, а небо в другое. Это должно совпадать по времени, потому что одно от другого сильно зависит. Прежде всего, надо определить цветовые отношения неба к земле, потому что если эти отношения окажутся в основном неверными, то и все остальное будет непригодно, и у вас будет большая помеха в работе. Яркий тон. Яркий тон в красках на палитре это еще не яркий тон в живописи на холсте или на бумаге. При писании этюда надо найти светящийся тон, то есть какой-то участок, который излучает и свет, и тень, и одновременный цвет. Но в процессе работы бывает иногда так. Вы берете максимально напряженную по яркости краску с палитрой и видите, что на холсте она голая, светящегося тона нет. Это происходит потому, что гамма, которая выводит этот тон, сочетание цветов не найденное. Как только тон перестал быть краской и начал приобретать и материальность, и светящееся состояние, это признак того, что вы нашли настоящий тон. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Все. В конце присоединяйте. Спасибо за внимание.